Девушки отдыхают Но даже особой силы не понадобилось А у тебя что? Глухо, Слав Никаких отпечатков Окно открывали Но там тоже все протерто Прям профессионально А что это за банный халат у нее поверх одежды? Примеряло что ли? Да нет Халат, судя по всему, на нее натянули уже после смерти Зачем? За тем, что принадлежал он Виктории Хотели ее испугать Впечатлительная эта звезда Два раза ей успокоительное капал Вика, я умоляю Виктория Сергеевна За что? Я не понимаю, за что он ее убил Валентина Она такая Такая приветливая была Такая исполнительная За что этот кот ее убил? Я не понимаю, за что? Солнышко, может это не маньяк Ну, может это грабители залезли А Валентина, она... Ты серьезно? На ней был мой халат Мой халат С моим именем Он меня хотел убить Ты понимаешь? Меня он просто перепутал А если это такая устрашающая акция? А если он хочет, чтобы я сначала помучилась? И только потом он меня убьет! Че, Сань, как успей? Опросил всех на предмет нахождения в момент убийства Жена в неадеквате, но муж Фомин говорит, что они до позднего вечера с женой вчера отдыхали в сауне с бассейном Так, а сауна где? Тут же в подвале Охранник Фоминых обошел территорию и сел играть в шахматы со сторожем в домик и у ворот Повариха и горничная к этому времени уже ушли Иными словами, домоправительница была на этот момент в доме одна Получается, да? Кстати, охранник вас разыскивал, хочет что-то сообщить Эдик, а где он? За домом Ульяна Ивановна Да У меня Вика что-то совсем расклеилась Вы можете ее как-то привести в чувство? Я? Да Но в прошлый раз это у вас очень хорошо получилось Как вы это делаете? Ну, пойдемте Вчера, когда тело обнаружили, не до того было, а теперь вот, вспомнил Это дверь, да? Угу Домоправительница обнаружила, что дверью кто-то пользовался Хотя проход был заперт и утеплен А куда ведет? В предбанник сауны, но во внутренние комнаты тоже можно пройти Угу А кто вскрывал, знаете? Я вчера тут на всякий случай камеру слежения прицепил Так что пойдем запись посмотрим Виктория, Рошкин очень хороший профессионал, я его лично знаю Он найдет эту сволочь Кто? Шерлок Холмс из Адриппинска найдет Простите Простите, мне просто Мне очень страшно Так, смотри-ка на меня У меня муж полицейский Был И я очень хорошо знаю, что такое страх Если поддадитесь, он вас съест Вы бы на моем месте ничего не боялись А я всегда спокойна И вас научу А пока просто мне поверьте Я не позволю, чтобы с вами что-то случилось А если я что-то говорю Значит так оно и будет Так, 22.03 Видно плоховато К тому же со спины Ладно, перемотай Давай посмотрим во сколько он вышел А ну-ка увеличь Еще, еще Так это женщина, да еще и в возрасте Так это Анна Лукинишна Кто это? Домоправительница наша бывшая Валентину на ее место взяли Светлана, здравствуйте Добрый день Здравствуйте Здравствуйте, слушай, да Анна Лукинишна Здравствуй, Эдик Какими судьбами? Здравствуйте, Анна Лукинишна Здравствуйте Старший следователь Прошкин У нас к вам есть пара вопросов Пройдемте, пожалуйста Ну и как вы объясните Ваше присутствие в доме В момент убийства? Господи, какого убийства? Я в дом не заходила Судя по записи Сейчас объясню Обидели меня Я столько лет верой и правдой Что не справлялась? А меня выставили А эту Выскочку английскую В дом Короче, оскорбились А вы как думали? Подачку швырнули мне Выходное пособие Хозяин никогда бы меня не уволил Это все она Это фря эстрадная Вот внук мне и предложил Бабуль, ты бы сделала Снимочков Поинтереснее По откровении С Викторией И в желтую прессу И Фомины бы проручила И денег бы заработала Вот я и решилась Весело Где фото делали? В сауне Возле бассейна Встроенный шкаф И можно из раздевалки Залезть Вот Валентину видели? Нет, не видела Я только в шкаф И из шкафа Дальше подвала я не ходила Телефон ваш, будьте добры Зачем? Изымен Времен Такие хорошие снимки получились Да что ж ты будешь делать? Вот ведь паршивец кудлатый На фарш пущу Я тебя сейчас найду Ах ты мерзавец Ну-ка сюда Что думаешь? Ну что У Анны Лукинишны явный талант папарацци Но убить она точно не могла Почему? Ты помнишь Во сколько она вышла И во сколько вошла в дом? Двадцать два ноль три и двадцать три десять Ага А теперь Посмотри тайм-коды под фото Снимала каждые три минуты в течение часа Реально папарацци Да Для нее это алиби Нет Конечно Отомстить Валентине У нее мотив был Но за три минуты Добежать А тем более убить Нет Да и к тому же И тот потайной ход Кто угодно мог проникнуть Почти каждый вечер там Нормально? Да уж Кому такое понравится Слушайте А может ваш муж Влюбился в эту Ульяну просто? Ой, не смеши, Свет Ты бы ее видела Ну, правда Моим Прошкиным манипулировать ума хватает Да, попали вы Меня другое беспокоит Болезненная привязанность моего мужа к чужим детям Видимо, результат нереализованного отцовства Отчего же вы сами ему, ребеночка, не родили? Проблемы? При чем тут проблема? В цивилизованном мире рано детей заводят, только маргиналы Нужно же на ноги встать, а с моим Прошкиным разве встанешь? Так вы вразумите его Время-то тикает Как? С поварихой-то идти разбираться себе дороже Так вы добром? В смысле? В смысле? Вы же в Рано работаете Ну? Вся карта у вас в руках Если дети без отца, их, например, можно в хороший интернат пристроить Мать только рада будет Ты меня, конечно, прости, Егор, что лезу Но просто слухи тревожные ползут Что говорят в полиции? Ищут Ага Ну, в субботу у нас презентация По поводу закладки нового строительства Ты это помнишь? Парк развлечений? Ну да, такой серьезный проект Так долго с тобой готовили Ты же у нас в качестве главного спонсора выступаешь А что, теперь не гожусь? Да, господи! Просто волнуюсь, не сорвется ли что-нибудь При твоих нынешних обстоятельствах Петр Львович Все наши договоренности В силе не беспокойтесь Ну и слава богу Как жена? Плохо Даже не знаю, что делать Ну как что? Отвлекать Побольше общения Культурная жизнь Вот А давай Еще она Концерт небольшой даст Так вообще будет потрясающе Городу пиар И у твоей жены Куча положительных эмоций Так сказать, фанаты Зрители народу А? Ну, вообще-то Вика Она скучает по зрителю Вот Ну, я боюсь петь Не согласиться Ну, согласись Идея-то богатая, а? Пожалуй Спасибо, что подвез Да не за что Привет от меня Мите передай Сегодня без математики Мне еще документы в кучу заполнять Слав Ты разберись лучше с этим делом поскорее Не нравится мне настроение хозяйки Легко сказать Придется тебе расследование В двух плоскостях вести Нельзя игнорировать тот факт Что Валентина два раза пострадала Скорее всего Убить именно ее хотели Возможно Возможно Но С другой стороны Я думаю, что все-таки Все из-за приезда Виктории Маньяков нам только сутейски не хватало У меня ведь опыта по их поимке Нет С психушки что ли начать А парик и маска Которую ты нашла? Да Да тоже много информации не добавили Криминалист говорит, что Они очень долго в воде пролежали Видимо давно там валялись ДНК исследования только назначить если Но они все в собачьей слюне Да и сравнивать не с чем Не понимаю ваших ДНК Сами-то парик и маска приметные Да обычные Маску такую можно в любом магазине купить Да и парик в общем тоже Там вот только сзади вот это На подкладке цифры То ли 6, то ли 9 Вот Я тоже заметила Как будто фломастером от руки написано Пронумеровано что ли А вот это не исключено Вот Работаю Спасибо Мам, а я буду на сцене выступать в субботу Во дворце культуры Как так? Нам на танцах сказали Там в субботу праздник Потому что парк развлечений делать будут А я матрешкой танцевать буду Ну хорошо Ты вещи лучше убери свои, матрешка Мам, смотри, как я кружиться буду Ну ты что делаешь? Отдай Мить Ну что начинается-то, а? А ты, матрешечка моя, иди действительно Убери свои вещи А это что такое? Так это я принцессой На свой день рождения наряжалась Забыла? Я спрашиваю парик откуда? Я у Вадика взял по знакомству Я всегда в ней уберу костюмы для праздников Так, что за Вадик? Каверин из группы Каверс Руководитель Ну и где этого Каверза найти? Мам, ты че? Они каждый вечер в твоем ресторане играют А, Вадим Так Так, давайте-ка уборку закончите сами Справитесь? Конечно Мить, за главного Угу У меня важное дело О, парни, всем здрасте О, здрасте Слушай, ну-ка глянь Это ж твоя штука? Во О, узнаю паричок Митьке твоему давал В аренду Так Скажи мне Вот это че за цифра у тебя? А, это я пронумеровал Ну, инвентарно, мол Так Мы же парики на концертах не пользуем Так берем Для чёса Для чего? Халтурим мы свободно От работы время В области ездим Ну, местным Показываем всякие мюзиклы Вот И во время этих гастролей Костюмы Реквизит Всё же на мне Я поэтому и пронумеровал Всё теряется Путается Ой, всё, в общем Я здесь и за Костюмера И за руководителя Молодец, молодец Знаю, порядок хорошо А у тебя Рыжие парики есть? Рыжие? Ну Конечно есть Так Так, рыжие парики Вот Парик номер один Рыжие и косые Нет Сразу смотри Шестой или девятый? Шестой или девятый Не, шестой не могу дать Сегодня он у нас В втором отделении заявлен Кем? Нашей солисткой Инессой У неё такая песенка весёлая Да? Это Про клоуна Такая Вертлевенькая, да? Типа того Она сегодня будет? Здесь она Вон сидит За баром Расскажи-ка мне, дорогуша О своих махинациях С рыжим париком Номер шесть С какой стати? А и правда Убийство, оно же Не кухонное дело Этот Сейчас В полицию позвонил Погодите Что вам надо? Значит так Я сейчас работаю Виктория И меня очень интересует Что ты против неё имеешь Да Я устраивала пакости Вашей звезде Да Довольна Мстилась, что я горло увела Фомин одно время Захаживал к нам в ресторан Подарки мне дарил Говорил, что я похожа на певицу Викторию Но я и размечталась А потом Вдруг Женился на настоящей Виктории Ну что ж Бывает Решила отомстить что ли? Прочитала, что она Рыжих боится Загримировалась под рыжего парня И Наняла хулигана Чтобы он булыжник В витрину кинул А сама любовалась Как эта Звездюлька Пятнами пошла Ну а потом решила Тень маньяка Ей организовать в окне Так эта Виктория Так разверещалась Ей еле ноги унесла И парик с маской Потеряла В общем думаю Ладно Пора завязывать Отвела душу А потом слышу Что у них в доме покушения И про рыжего спрашивают В общем Испугалась, конечно А потом сказали убийство Так? Это не я Это не я Ульяна Ивановна Я одно могу тебе сказать Что? Самой дойти до ОВД И все рассказать Но милая Левушка Отсюда и саночки возить Напивай А куда мы идем? Иди ко мне Ну Да что ты делаешь? Ну больно же Ну больно же Настасья, привет. А ты как тут? Привет. А я рядом, в гостях тут была. Рядом? А что? Кто пригласил? Банкир поди какой-то? Зря я тебя из СИЗО вызволяла, да? Ну, что ты взъелась-то? Я только что видела тебя с Жорой. Ты ему зачем оружие передала? Вы что, сообщники? Ты умом тронулась? Это совсем не то. Ну, тогда объясни. Ну, я сейчас без работы, а у меня сыну очередную выплату в банк. Ну, где взять? Ну, я решила семейную ценность продать. Старинный кинжал. Так, а Жора при чем? А Жора с покупателем помог. У него приятель как раз холодное оружие коллекционирует. Тот мне уже и деньги передал. А я ему кинжал через Жору. Не веришь. Вот, смотри. СМС из зачислений. Ну, а что ты сразу-то не сказала? Не знаю. Стыдно было, наверное. Вот уже и начала вещи распродавать. Ты лучше скажи, ты когда успела с шофером Фомина так задружиться? Да я Жорика сто лет знаю. Мы соседями были. А-а. Ну и что он за человек? Нормальный. Голова на плечах. Только бабник страшный. Ага. Ладно. Ты, ты прости, если я тебя обидела. Хорошо? А-а. Завтра похороны, Валентина. Ты придешь? Приду. Ну, давай. Викусь, клянусь, у меня ничего не было. Так ничего не было, что она меня уморить решила? Да просто глупая стерва. Да я на эту Инессу внимание только обратил, потому что она тебя чем-то напомнила. В смысле, обе стервы? Да нет, что ты так? Вик! Да-да, войдите. Привет, Слав. Ой, привет. А я это, задание от Митьки принесла по геометрии. Вот он все сделал. Молодец. А это печенье Аришка напекла, просила передать. Ой, вот спасибо. А че ты такая добрая сегодня? А я про расследование хочу узнать. А-а. Ну, приходила твоя Инесс, показания дала. Так. Ну, значит, не совсем пропащая. Ну да, дров наломала, конечно, но на момент отравления и убийства алиби у нее стопроцентное. Так я и думала. Не похожа она на убийцу. Знаешь, а может быть, у Валентины какие-то свои враги были, а? Да нет, опера мои всю ее жизнь прошерстили. Ничего криминального. В общем, а по сути, знаешь, несчастная женщина. Ни семьи, ни детей. Хотя и конфликтов серьезных. И ссор тоже не было. Слав, а где она работала до этого? А, у Одинцовой. Старая вдова. В общем, старушка заболела сильно. Сыновья ее в больницу определили. Сказали, что дом продавать будут. В общем, Валентину выставили. Ну вот, она и устроилась к Фоминым. Это, Одинцова, она жива сейчас? Пока жива. В коме, правда, но жива. Ты знаешь, придется, наверное, к версии с маньяком возвращаться. Хотя теперь точно уже понятно, что никакой он не рыжий. У меня, кстати, вот в этом вопросе водитель Фоминых беспокоит. Жора? Почему? Да, в общем, ты видишь, ни в чем плохом он, конечно, не замечен. Но кроме излишней любви к женщинам. Но брат его постоянно попадает в психушку. Отец тоже на учете в ПНД состоял. А может, она, знаешь, наследственная штука такая? Да. Говорят, хозяйка ее бывшая сейчас при смерти. И не узнает, что Валечка ее опередила. Простите, пожалуйста, а хозяйка это Одинцова? Да. Валечка много лет у нее проработала. А у Одинцовой вроде же свои дети есть. Да. Два сына имеется. Только оба неприятные. Хоть и бизнесмены, а бандиты на турове. О, как? А Одинцовы, они где живут? Здесь? В Сютейске? Ну, сыновья не знаю. А у матери дом. У Хавкина. На автобусе минут сорок ехать. Валечка там работала. Я сказала тебе. Не-бум-ду. Викурсия, мы людям обещали. Ты же вчера хотела. Ну, а сегодня я передумала. Что я, кукла, что ли? Давай, успокойся. Вот Ульяна уже кофе несет. А это что, с коньяком? Да. Только коньяк я заменила настойкой собственного приготовления. Ну. Давайте-давайте. Оба вам надо. Ульяна, может, вы повлияете на мою жену? Отказываются участвовать в завтрашней презентации. Ой, не тратите время. Отказывается, имеет право. Вот. А вы позовите певичку эту безбашенную. Какую певичку? Ну, из моего ресторана, раз уж она так на Викторию похожа. Юнесс? Так она же... Так, подождите. Вы мне что, угрожаете? То есть, если я откажусь выступить, то вы эту дешевку позовете? А ничего, что за ее махинацией она в тюрьме должна сидеть. Дорогая, успокойся. Никто ее не хочет звать. Так. Я передумала. Так и быть, я выступлю на этой вашей заштатной презентации. Мне как раз выходной нужен. Поеду за город завтра. Да, конечно, пришлю. Пакет с комментариями. Андрей Андреевич, а как там моя просьба? Правда? Можно надеяться? Нет, не обязательно на обоих детей. Да, это важно. День добрый! Тебе тут живут? Угу. Угу… Угу. 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 День добрый! Одинцовы здесь живут? Да, да, да. Только сейчас никого нет. А я по поводу вашей работницы, Валентины Игнатовой. Так ее ж. Убили. Мы работали вместе у Егора Никитича. Меня Ульяна зовут. Просто никого из ваших на похоронах не было. Я подумала, может, вам не сообщили? Нет, нет, сообщили. Жалко Валю, жалко, но некому ехать. Никого нет. Хозяйка в больнице не сегодня-завтра Богу душу отдаст. Сыновьям Одинцовым некогда. И прислуга давно уволилась. И я тоже одна на хозяйстве осталась. Не отлучиться. Мне бы с вами поговорить. Может быть, в дом пустите? Давайте. Проходите. О, холодно. Вы никак венгерский суп с сырными клетками варите? Да. Я пробую приготовить. Так и вам уже пора кастрюлю с огня снимать, а то клетки затвердеют. Да что вы говорите. И в следующий раз берите сыр не чеддер, а эмменталь. Вкус будет ярче. Так вы дегустатор. Да кухарка я. Я же говорю, мы с Валентиной последнее время вместе работали. Ну, ясно. А меня Розой зовут. Очень приятно. Раздевайтесь. Заодно и с супа моего по пробу снимете. А чего ж не снять? Спасибо за приглашение. Давайте. Старуха-то наша, Одинцова. Богатая жутка. И раньше большой штат прислуги держала. А когда сыновья-то разъехались, всех выгнала. Ну, вот оставила только одну Валентину и меня. При кастрюлях. А сыновья-то чё съехали? Так поссорились с матерью. Ей не нравилось, как они бизнес-то ведут. А характер-то крутой. Вот и разбежались все. И что ж не общались? Нет, общались. Но отношения-то натянутые, понимаете. А вот Валентина умела с хозяйкой ладить. Поэтому-то сыновья ее терпеть не могли. И как только врач сказал, что мать не встанет, сразу же ей сообщили, мол, все. В ваших услугах не нуждаемся. О, как. Да. А они и дом хотят продавать, да? Да с чего вы взяли? Ну, они Валентине так сказали. Да наврали, не бойся, чтоб побыстрее разделаться. Нет, нет, не хотят. Да они по-доброму с Валентиной расстались-то. Все ей выплатили, что причиталось. И даже сказали, что на каком-то особом сайте ее резюме разместят. Там, мол, вакансии больше. Молодцы какие. Роза, а кто вам сказал, что Валентину-то убили? Так, родственница ее позвонила из Сутейска. Родственница? Ну, вру, конечно. Еще раньше слышала, как хозяева обсуждают. Дескать, убили ее, дома управительницу. А расспросить-то я не могла. Я вроде как подслушала. Угу. А что они конкретно обсуждали? Я не прислушивалась. Хотя, все время они какое-то слово повторяли. Странное. Какое? Трансмиссия, что ли. Трансмиссия? Ну да. Трансмиссия. Митя, привет. Ты за компьютером? Да. Вот хорошо. Посмотри быстро, что такое трансмиссия. А то у меня в телефоне интернета нет. Мамуль, слышишь? Ага. Это стандартная трансмиссия автомобиля. Состоит из сцепления, коробки передач, карданной передачи. Не годится это. А другие значения есть? Тут еще какая-то наследственная трансмиссия. Юридический термин в наследственном праве. А вот это уже интересно. Итак, вы узнали общие перспективы парка развлечений. После небольшого перерыва переходим к приятной конкретике и финансовой поддержке. А затем нас ждет концерт с сюрпризом. И, конечно, паркетом. Черт. Ну что, красавица моя, готова? Держи. Ну, ты помнишь, да, под музыку твоего хита? Нежадная, ты выносишь шкатулку, озвучиваешь сумму и говоришь несколько теплых слов. Как договаривались? Держи. Может, не надо, а? Как не надо? Держи, давай. Ну, хит уже нафталиновый, и текст я как перепутаю. Ты ничего не перепутаешь. Все будет хорошо. Ну, и как он в итоге называется? Просто парк развлечений, и все. А я даже не в курсе. Пойду у мэра спрошу. Сиди тут. О, подожди. Что? А ты зачем меня с этими дюнджищами оставляешь? Я что, похожа на инкассатора? Да-ка, Эдик, за дверью успокойся. Егор. Я щас. Охраняй, я скоро. Алло. Слушаешь, это я твой кошмар. Мне наскучило тебя пугать. Я думаю, тебе пора уже умереть. Черт. Эдик! Черт! Ну, поначалу мы хотели все это назвать судейской затеей, но посовещавшись большинством голосов... Егор Никитич, на секунду. Прошу прощения, извините. Ты почему оставил убеду? Мне только что позвонил какой-то сумасшедший и сказал, что скоро в зале в честь Виктории Сергеевны взорвется бомба. Я предполагаю, что это может произойти, когда она выйдет на сцену. Что будем делать? Вы организуете эвакуацию людей, а я вывезу Виктору Сергеевну. Хорошо. Быстрее к Вике. Прошкин, слушаю. Какая бомба? Где? Боже, где вы были? Быстрее, Егор Никитич сказал вас увезти. А он? Маньяк подложил бомбу. Как? Берите это и идемте. Нет. Вперед. Осторожно, осторожно, без паники. Ой. Что? Пристория? Он хотел меня взорвать. Ты кому-то нужна. Что? Да кому-то нужна истеричка. В самом деле, как дичей избалованная. Дай сюда. Вметайся. Пошла, пошла, пошла. Пошла, пошла. 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 Поскольку то, что произошло на презентации во Дворце культуры, имеет к нам отношение, а также является ЧП городского масштаба, я пригласил старшего следователя Прошкина, чтобы он здесь выступил, ну и, так сказать, помог расставить все точки над И. Да, и объяснил уважаемой Виктории Сергеевне, что же все-таки произошло. Пожалуйста. Спасибо. Для начала я сразу должен сказать, что никакой бомбы на презентации не было. О как! Да, не было никакого, простите, Виктория, настоящего маньяка. Да, собственно, и завязка преступления произошла не в доме Фоминых, а в коттеджном поселке Хавкино, где сыновья умирающей и очень богатой женщины решили заранее узнать содержание ее завещания. Братья Денцовы, те еще прохиндеи. Так точно. Они подкупили нотариуса и узнали, что мать все свое имущество завещала своей помощнице по хозяйству Валентине Игнатовой. Братья решили, что у них есть единственный выход, срочно, пока мать живая и находится в коме, избавиться от Игнатовой. В противном случае, если бы смерть Денцовой наступила хотя бы пятью минутами ранее, чем смерть Игнатовой, в соответствии с правилами наследственной трансмиссии, все деньги остались бы уже у родственников Валентины. И в поисках исполнителей преступления Денцовы обратились к своему охраннику, который посоветовал им своего коллегу, тоже охранника, который работал у вас, Егор Никитич. Айди-ка. Так точно. К сожалению, биография этого персонажа совсем не так безупречна, как вы считали. Есть там и бандитизм, и заказные убийства. И вот Эдику пришла в голову гениальная, на его взгляд, мысль выставить Валентину случайной жертвой в разыгравшихся страстях вокруг вас, Виктория. Угу. Невероятно. Да. Однако сначала преступника постигла неудача. Препарат Виктории, который Эдик взял, чтобы отравить Валентину, оказался нового поколения. И Игнатова, можно сказать, отделалась легким испугом. Но время поджимало, и Эдику пришлось просто убить Валентину ударом по голове. В общем, дело было сделано. Однако майор Прошкин сумел таки докопаться до истинного заказчика. Ну, не совсем так. Преступление могло бы так и остаться нераскрытым, если бы не Ульяна Ивановна. Это помощница Фоминых, которая поставила себе целью разобраться в этом деле. А человек она обязательный и с железной хваткой. Добрый день. Я из комитета по образованию. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что наше РАНО держит на контроле неполные семьи, особенно те, где кормили цепоги, посполняя служебные обязанности. Мы проводим различные акции, розыгрыши, и вам повезло. Вам предоставляется две путевки в только что открывшуюся школу с недельным проживанием. Естественно, бесплатно. Естественно, все за счет государства. Я сама позабочусь о своих детях, без интернатов. Да, но... Вы ведь жена Вячеслава? Это к делу не относится. Я пришла исключительно по поручению комитета. Значит так, то, что ваш супруг сюда ходит, моей вины нет. Я его не привечаю. Не маленький, сам выбирает. Да, но послушайте... Я вам все сказала. До свидания. Все же подумайте, вы что можете задать своим детям? А школа отличная, элитная, учителя прекрасные. Я оставлю направление из Ранова. Решайте. Всего хорошего. И когда Ульяна Ивановна докопалась до Одинцовых и сообщила мне о своих подозрениях, я тут же обратился в нотариальную контору, чтобы досрочно огласить завещание Одинцовой. Сообщник, нотариус, испугался. Конечно же, позвонил братьям. Те, в свою очередь, позвонили Эдику. Эдик решил не испытывать судьбу и в последний раз разыграть тему маньяка. И скрыться с деньгами, которые были обналичены для презентации. Нам удалось задержать Эдуарда Анохина, как говорится, по горячим следам. Но деньги вернуть не удалось, шкатулка была пуста. Анохин все отрицает, хотя не понимаю, на что он рассчитывает. Да ладно, деньги — это дело наживное. Главное, что Вика не пострадала. Дядя Слава идет! Откройте кто-нибудь! Привет! Здрасте! Здравствуйте! Привет, старишка! Привет, Митя! Итак, внимание! Это тебе! Спасибо! Спасибо! Это тебе! Спасибо! Ну, а это маме! Слав, спасибо тебе, конечно, но я сладкое-то не люблю. Да? Дядя Слав, пойдемте, я такую задачку на логику ношу. Спорим не решите? Уверен? Думаешь, не решу. А у меня платье новое. Давайте покажу. Конечно. Пойдем. Дядя Слав, быстрее. Иду, иду. Дядя Слава! Вика! Вика, ты где? Вика! Да что ж опять случилось-то? Вика, ты где? Вика! Ульяна Ивановна, я не могу Вику найти. Не знаете, где она? Вика! Вика, она не работает! Вика. Ага! Вика, поглядь. Вика! 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 Плеск этот меня не принял. Ну, а деньги-то пропавшие у тебя? Я их в сумочку перепрятала, ещё в гримёрной. Ну, чтобы от маньяка откупиться. И я их оставила. Я всё положила Егору под подушку. И что у тебя за жизнь такая, я не пойму. Там проиграла, тут проиграла. Ну, попробуй ты хоть раз выиграть. Ты, Виктория или кто? Я попробую. Я попробую. Только называй меня на «вы», ладно? Ладно. Пошли домой, богема. Редактор субтитров А.Семкин